Привет, друзья! Привезла вам очень вкусный рецепт вяльных томатов из солнечной Италии. Не теряем время, а давайте их готовить. Самый главный ингредиент нашего рецепта, это, конечно же, томаты. Берите хорошие, сочные и вкусные томаты. Я взяла полтора килограмма томатов и их разрезаю пополам. После того, как мы нарезали наши томаты, нам нужно их поместить на вот такой противень. И нам осталось их посолить. Берите, пожалуйста, крупную соль, а не мелкую. Главное, не жалейте соли. И так как мы будем делать, как настоящие итальянцы, нам нужно оставить противень под пеляшево солнце. Прошло чуть больше 48 часов, и видите, что произошло с нашими помидорчиками. Вот какие они получились. И напоминаю, у нас первоначально было полтора килограмма томатов. Сейчас в миске 141 грамм. Берем литр воды и во в ней добавляем 200 миллилитров яблочного уксуса. И добавляем 2 лавровых листа. Это все доводим до кипения и отпускаем наши томаты где-то на 2-3 минуты. Наши помидоры уже замаринованы, и нам нужно сделать последний, третий этап. В такую баночку мы отправляем на дне вот такой зубчик чеснока. Чуть-чуть орегано. Добавляем вот такие остренькие перчики пири-пири. И начинаем отправлять помидорки уже в нашу баночку. Ложим не все сразу, чередуя их приправами как орегано и тимьян. Добавляем 1 лавровый лист и заливаем оливковое масло доверху. Придавливаем, чтобы лишний воздух ушел. Если нужно, доливаем масло. И закрываем банку. И теперь нам нужно их оставить на 3-4 дня, чтобы они получили еще более глубокий аромат. Ну то есть замариновались еще больше. Ребята, это реально очень вкусно. Если вы любите томаты, то вам стоит попробовать их сделать именно дома, потому что они ничего общего не имеют с покупными. Если вам понравился сегодняшний рецепт, ставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых встреч. Пока!